Всем доброе утро! Иду и думаю. Потому что я уже поздновато вышла с Чарли гулять. Но не до 10, это точно. И радуюсь, что завтра уже могу выходить с завтрашнего дня в любое время. Куда хочу, как хочу. Ну, пешком. Ой, неужели это настало время? Вообще. Раньше такая свобода была и не ценили, а сейчас я тут с Чарли немного от дома немного ушла подальше. Но все равно, знаете, идешь и думаешь, блин, вдруг какой полиция пройдет, и в последний день они будут злые. И скажешь, куда пошла? Ну, я... Вообще я пошла, знаете, куда? С Чарли погулять и черешню купить. Может быть, еще абрикосы куплю. Там в фруктовом магазине. Ну, и с Чарли тут прогуляться. Чтобы он побегал. Понюхал вкусные кустики какие-нибудь. И что еще хотела сказать. На сегодня передавали такой дождик. Ну, что-то, по-моему, дождиком и не пахнет. Жарко. Вроде как и прохладнее передавали. Нифига, такая же жара. Дождиком и не пахнет. Так как-то облачно съесть, но совершенно не дождливые. Мужа оставил дома, чтобы он мне там кое-как и дела подделал. А я пока буду шататься. Там вот ручей. Бежит ручей. Течет ручей. Видите, трава уже сохнет. Желтая, не такая уже красивая. И чем дальше, тем больше здесь уже будет некрасиво, незелено все. Высыхает все, выжигается. В общем, по плану все еще остается пойти пиво попить. Но я прям уже настроена. Я даже, у меня еды нет дома. Хотя всегда можно найти, что поесть. Но я хочу выйти в свет, можно сказать так. Да, Чарли? Иду и смеюсь. Знаете над чем? Чарли настолько привык ходить по тротуарам. Но обычно я всегда по тротуарам хожу. Что вот я иду сейчас по дороге, потому что машины нет. А он по тротуару. Представляете? А еще он знает, что дорогу нужно переходить по переходному пешеходу. И что когда он подходит к этому пешеходу, нужно подождать меня. И только после того переходить дорогу. он так подходит к дороге и вот так вот на меня смотрит. Прям вообще, я так смеялась. Естественно, это же каждый день одно и то же, одно и то же. И вот он, видите, идет только там. И то есть собаки не жумные и привыкает. И привыкает к ним. Вот видите, он обошел там это и опять там. Вот. Так же, как, например, ну, привычка, естественно. Так что я вот сойду, смеюсь. Какая у меня умная собака. Испера. 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 Видите, ждет. Баму. Я ему говорю, подожди, и он ждет. Гордость берет за своего маленького мальчика, какой он у меня умный. Люблю, не могу. Иду за черешней. Он черешню тоже любит, кстати. Притащил вот такой аппаратик. Ну, это вот, как он называется. Не знаю, вы поняли. Сейчас дырки здесь забацаю. Потому что так душа моя будет спокойно, зная, что там не собирается никакая вода и ничего. И что он там не киснет. И глядишь, а живет моя орхидея. У меня прям уже спортивный азарт какой-то. Сейчас включу, на балконе сделаю все это. Опять такой свинальник. от этого чучи. Я вчера вечером вот этот цветок проредила маленечко. Потому что он там прям тянулся уже очень низко. И вот я его весь обрезала, как говорится. И все. Вот так вот этот цветет. Герань вот этот цветок как-то завял. Надо его обрезать. Ну, может быть, от пересадки или от чего еще, непонятно. В общем, да. Там у меня есть розетка. Я свои пылесосы заряжаю. И сейчас будем хымычить. хымычить. Музыка. 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 Теперь у меня горшок с дырками. Душа моя будет спокойна. Что там не застаивается вода. И все замечательно. музыка. Потому что все равно было, знаете, я вчера с ней носилась, носилась и так ее переверну и заверну. Обидно, если пропадет, да? Я столько с ней нянчаюсь. Она возьмет у меня и пропадет. Так нельзя. Сколько там времени-то, кстати? Что, начнем? Впервые за несколько месяцев мое тинто до веран. Это вино с газировкой и вот такой какой-то салат. Место, конечно, шикарное. Но это знакомый муж какого-то. В общем, мы решили сюда не особо хочу показывать. В общем, классно. Это нам тапа. То есть это бесплатная закуска к пиву. Они вообще-то безалкогольные, не знаю. Но это вот всем приятного аппетита. А это мы заказали салат из авокадо и еще заказали жареную рыбку. сейчас нам принесут где мы решим. Говорится, лопать как лопать. А это вот у нас рыбка такая жареная со всеми такими вкусными. Всем приятного аппетита. на пусашок, как говорится. Такие маленькие креветочки. Такие маленькие. После вкусного обеда нужен обязательно десерт. Мы сейчас идем либо пончики, либо мороженое догоняться. у нас как-то, знаете, похолодало и вот как-то темно, ветер, в общем, погода не ахти. Ну, ничего. Я за таксиста, как всегда, потому что я пью безалкогольное и все открывается в понедельник. Кстати, магазин хороший, кстати. Немного дорогой, ну, интересные платьишки. Я все шапоголик. Завтра-завтра пойду тоже по центру, прогуляюсь. Мы раньше жили в этом районе. Мой фруктовый магазин. Ностальгия. Взяла кокосовое молоко и там зеленое яблоко обожаю. Короче, вот эта машина, видите, залез, заехал туда мороженое купить. Подъехал быстренько. А мы еще сидим, разговариваем. Сейчас его оштрафуют. Подъезжает полиция и начинает их штрафовать. Так им и надо. Не захотели бы, чтобы их штрафовали. Они вот так прям заехали на это, на бордюр, вот где люди ходят. И все. Мы все дружненько перебазировались к нам домой, потому что никто домой не хочет ехать. Говорят, мы уже надоело нам дома. Я говорю, ну, поехали ко мне. Вы еще ни разу у меня не были дома. Вот я сейчас чай, кофе потанцую. Этот вообще бешеный. Столько людей, он бегает, прыгает, он знает сестер, мужа, поэтому как бы все нормально. Вот. Но он, конечно, в шоке от того, что все пришли. Он так радуется, бегает, гаскает. Не поймет, в чем дела, почему все, почему столько много народу. В общем, я делаю чай, кофе, потанцую. Мы купили эти пироженки. Не знаю, куда я не буду. Пироженки, конечно, есть, но они куда-то их едят. Вот так вот. Какие-то там уже время 5-6. Я переоделась в удобное уже так хорошо. Ай, потому что я дома люблю в домашней одежде быть. Чарли так набегал, что сидит уже кушает. Буду ждать. Смотрите, как у нас тут почернело. Прямо такое ощущение, что ливанет или что. Прямо погодка такая. Как говорится, нелетняя. Но я посмотрела, что у нас на той неделе передавали, что будет на этой неделе дожди там какие-то. А уже все отменилось. Дождей не будет. Вот. Я сейчас хочу сделать наконец-то накрасить ногти на ногах. Вообще, сегодня я сейчас вечером сделаю всякие масочки. В общем, займусь собой немного. у нас гром. Так классно, обожаю. Люблю грозу в начале мая. Когда что там дыдыдыды. Ой, молнии видели? Класс, кайф, обожаю. Класс. Такая вот погода. Пришла наверх, думаю, над морем где-то струляет. а над морем. Ой, как классно. Я даже не пойму, откуда это все доносится. И такой ветер теплый, знаете, летний. Летний дождь. Летний дождь. Кстати, спасибо вам за комментарии. Конечно, я петь и бросать не собиралась. дождик капает. Потому что для меня пение это для, знаете, для некоторых ругаться матом, для связки слов. Я даже когда работаю, пою песни. Поэтому это и изъять из моего общения просто невозможно. Слушайте, она для меня ни одной капли не упала. А вот сейчас упала. Вот. Поэтому как бы я буду петь. пела и, как говорится, пою. Хочу свою землю вот эту раскрыть, чтобы на нее дождик покапал. Летний дождь. Летний дождь. Так что крепитесь, друзья. Ну, что делать? Такой вот я. Матом не ругаюсь, но зато пою. А что делать? Жизнь такая. Ой, мамочки. Погода классная. Ой, блин. Такое ощущение, что это град. Потому что мне как-то сколько залепил. Все, все, спускаюсь, спускаюсь, спускаюсь. Класс. Какая интересная маска. Я думала, она пленочкой, знаете. А она нет. Просто ее наносишь, а потом она пенится над твоей мордой лица. очень интересно. Смотрите, как пенится. А выглядит вот так, как будто это. То есть, там нет пленки такой. Интересно. Идет, идет. Пришел. Спал ведь там. я сегодня, кстати, убрала уже одеяло зимнее. Не знаю, может замерзну и обратно его потащу на себя. Буду укрываться вот таким пледиком мягеньким. У меня где-то был розовый. Но не знаю, где его искать. Я что-то сегодня решила, что надо постельное белье сменить. А потом говорю, надо его сменить. Тогда и надо уже одеяло снять. Потому что мне как-то, знаете, жарко ночами. Потом не жарко. В общем, не поймешь, как. Вот. И я просыпаюсь. Знаете, как у меня пол верхнего тела накрыто, а пол нижнего закрыто. Или наоборот. Короче, голова с титями закрыта, а все внизу остальное открыто. В общем, да, как-то так. Я люблю, чтобы на мне одеяло лежало. Ай. Так что я сделала масочку. Кстати, классная маска. Знаете, единственное, что когда напенилась, щекотила. Это вот чувствует, что это чистое. Вот он любит вот на чистом вот так поваляться. Я даже, когда белье снимаю, какие-то наши вещи, и он вот обязательно ляжет спать именно на них. Не дурак. Все любят чистенькое. Вот маска, короче, понравилась. Не помню, сколько она стоила. Я вообще не помню. В Примор покупала. Я думала, она вот, знаете, пленочка вот так вот на морду лица надевается, и вот ходишь в ней. А это нет. Ты ее вот так вот наносишь, а потом он начинает пениться, пениться, как, знаете, как вот гель для бритья. Кстати, ножки мои привела себе в порядок. В общем, да, словесный набор у меня шикарен. Чтобы надевать юбки, хотя на этой неделе похолодание, но опять, знаете, какое похолодание? 24-25, когда говорят 24-25, то это все 28 у нас будет. Вот теперь он вот так вот решил улегчиться. И вот так вот. Как сестры такие говорят, где у тебя Чарли лежит? Я говорю, здесь, вот здесь, вот там, вот там. Везде. Вот открываем спальню, говорю, здесь мы с Чарли спим. Они говорят, ой, да, я с твоей не могу с собакой спать. Говорит, он это слишком как это, кувыркается в постели, не дает мне спать. Я говорю, мой нет, мой как лег посередине кровати, так и лег. А я вот там к стеночке прижимаюсь или к краю кровати. Так вот и спим. Ладно, буду с вами прощаться, потому что время уже позднее. Дождь какой-то был грязный, потому что я смотрю на окна, их сейчас, конечно, не будет вам видно, но они все в каплях таких, знаете, грязевых каких-то. И так, дождь пошел, вообще день какой-то был смешной. Сначала град, хрум-хрум-хрум-хрум, потом дождик пошел, потом как это, ветер такой сильный поднялся, прям вообще ужасный, думал, все мои эти снесет, как их цветы. А потом все, все остыло, все стало хорошо, и вот сейчас у нас 24 градусов на улице. Небольшой ветер вот такой дует, там мои вещи спортивные вам показала. Все по-домашнему, домашний хаос. Ладно, встретимся с вами завтра. Завтра, ой, завтра, вы знаете, я сижу и думаю, завтра могу и на пляж поехать, с Чарли погулять, и туда могу, и сюда могу, и везде могу. Странные ощущения, когда я все могу. Надо же, Ну, только не могу поехать в Малагу, или там еще куда-то не могу, это не могу, в другую провинцию. А так, купаться могу. Правда, погода не очень. Ну, ведь могу же. Ну, могу. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына, а через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий.